Здравствуйте! Меня зовут Наташа Холленд. И я хочу сегодня познакомить вас с моей новой картиной, которая называется «Тройка. Вера, надежда и любовь». Вот они. И, вы знаете, это, скорее всего, маскарад. Конечно же, ни один русский зимой так не нарядится. Это, скорее всего, английское представление о русском человеке. И так будет очень прохладно. Нужна очень теплая шапка или теплый платок, наподобие как здесь. И совсем другая одежда. Ой, да, и я забыла свои рукавички. Но, на самом деле, вы знаете, у нас здесь лето. И мне довольно жарко здесь стоять в таком виде. Ну, что ж, и я сегодня вам расскажу о том, о чем эта картина. Ну, вот так вот намного лучше и попрохладнее. И, как я вам уже рассказала, мы будем говорить о «Тройке». И, вы знаете, когда-то много лет тому назад, в 2000 году, Господь дал мне что-то наподобие поэмы. Это, скорее, похоже на песню Буревестника Горького. Она в прозе. Но она очень поэтичная. И это как раз о «Тройке». О «Тройке» лошадей и ее сравнениях, библейских сравнениях. И я сейчас хочу вам ее прочитать прямо из своего дневника старого. Радуюсь и веселюсь. Знаю, ты со мной, Господь мой. На тебя устремила я взгляд свой. Ты прибежище мое. Вот, беда пытается подкрасться к дому моему. Стоит и ждет, открою ли я дверь. Но ты, Господь, хранишь меня и оберегаешь от невзгод. Ты заполнил мой дом радостью и покоем. Вошли они рекой жизни и заполнили жилище мое. Открою я дверь, поток живой стремится оттуда. Открою ли окно и оттуда выходят воды твои. Неиссякаемо благословение твое. Воды живые не иссякнут. Переполняют они дом мой. Не оставил ты места беде, Господь мой. Искупаться хочу я в той воде. Погрузиться в воды, что несут мир от тебя. И умыть радостью лицо мое. Ты запряг для меня трех смиренных коней. Понесут они меня по потокам живым. Одного назвал ты верою. То могущественный конь, нет преград для него. Конь стремительный по другую сторону. Он несет вперед и не знает страха. Имя дал ты ему надежда. Видит цель он свою и не спотыкается. Посередке впряг ты коня ласкового и покорного. Имя дал ты ему любовь и он лидирующий. Ибо нет невозможного для него. Пусть несут они меня по реке жизни. С ними я не убоюсь ничего. Знаю я от тебя этот дар мой Господь. Славлю тебя и к тебе возношу ликование мое. Ты мой царь Иисус. Люблю тебя. Жилище или дом, о котором говорится в этой поэме, это наши тела. Это мое тело, в котором живет мой дух и моя душа. Моя душа это мои эмоции, мой характер. Это я, мой внутренний человек. Мой дух, он был рожден свыше 26 лет тому назад. Моя душа, она обновляется, как пишет Библия. Она обновляется с каждым днем. Благодаря общению с Богом и чтению Библии. И об этом также говорит слово. Например, в Ефесянам 5.18 говорится «Исполняйтесь Духом». Это наша ответственность, чтобы наша душа, она обновлялась. Она обновляется, когда мы наполняемся Духом еще и еще, несмотря на то, что мы уже были рождены свыше и уже приняли Духа Святого. Также в Исаии 55.1 говорится «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра». Здесь тоже идет сравнение воды живой с Духом Святым, так же, как и в той поэме, которую дал мне Господь. В Псалме 41.2 говорится «Как лань желает к потокам вод, так желает душа моя к тебе Божия». Я – духовное существо, так же и вы. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Те, кто приняли Господа Иисуса Христа, мы имеем Его природу. Мы – трояки, три едины, так же, как и Господь Бог. Бог Отец – это душа, Иисус – это тело, и Дух Святой – это дух. Мы можем такое сравнение провести. Так же и мы имеем Дух, душу и тело. И об этом говорится «Бытие 1.27» говорит «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». А 1 Фессалоникийцам 5.23 говорит «Сам же Бог миром да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Традиционная русская тройка – она уникальна. Все говорят по-разному. В интернете я делала поиск и посмотрела немного происхождение тройки. И кто-то считает, что она появилась на Руси в 18 веке, но большинство приходят к выводу, что тройка появилась намного раньше. И я тоже так думаю. Вообще она пришла с севера России. Там проходили традиционные гуляния и скачки на тройках в день Илии и день его вознесения, когда Илья был на колеснице забран Господом к себе на небеса, прям в теле. Это гиблейская история. И вот очень интересно, что это совпадает с тем, что сама по себе, чем является по сути своей тройка. Тройка, она состоит из средней лошади, которая называется коренник. Это основная лошадь. Она обычно более статная, она выше роста, и она бежит рысью, размашистой рысью. По одной и другой стороне пристежные лошади, так их называют. И эти лошади могут быть слегка поменьше. И они пристегнуты специальными ремнями, постромками к средней лошади. И они как бы несут на себе вот эту лошадь центральную. Из-за этого развивается очень быстрая скорость, прям до 60 км. Это уникальная такая повозка, которая использовалась в России. Ее стали использовать для почты, для курьерной работы. Но все-таки считается многими, что она появилась гораздо раньше, где-то в 13 веке. Я думаю, что, вот это мое личное мнение, что все-таки вот эта идея тройки, она была дана от Господа. Потому что это было связано с религиозным образом. И здесь даже непонятно, кто несет кого. То ли пристежные лошади несут центральную лошадь, то ли она несет им. В общем, они помогают друг другу. И вот это сравнение, которое дал мне Господь в этой поэме, «Вера, надежда, любовь», оно отражается также в 1 Коринфянам 13. Вот эта вот вера, она… Вот любовь, она невозможна без веры и надежды. Это все едино. И мне очень нравится это сравнение. Произошла однажды на Руси такая интересная история. К Екатерине Второй приехал заморский император Иосиф из Австрии. Ну, она захотела повыображать своими прекрасными лошадьми. И она заказала себе самого удалого ямщика. Когда ямщик пришел перед ней, она спросила, «Сможешь ли довезти заморского императора из Санкт-Петербурга до Москвы за 36 часов?» Он говорит, «Смогу, но не уверен за его душу, смогу ли ее доставить туда». Вот такая смешная история. На самом деле, обычно этот переезд составлял от двух до трех суток. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящие или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла и не радуется неправде, а срадуется истине. «Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательное, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познаю. Теперь прибивают все три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Я увидела принцип тройки в 1 Коринфянам 13, где описывается про нашу любовь. В общем-то, это не наша любовь, это любовь Божья. В этом месте говорится о любви Божьей, потому что так любить мы только стремимся, мы только хотим, но умеет так любить только Господь Бог. И Он учит нас. Чем больше мы узнаем Его любовь, тем больше наша любовь возрастает. И когда Господь дает нам свои обетования, когда Он дает, и мы узнаем о них, узнаем о Его обещаниях, то в нас возникает надежда. Когда мы узнаем о том, читая Его Писание, что вера – это та самая вера, которую Он вложил в нас. Об этом говорится, например, в Римлянам 12.3, по мере веры, какую каждому Бог уделил. В английском переводе короля Иакова, вот это место, слово веры, там написано the face. И этот артикл, the, он как будто показывает, чья вера. Это специфика английского языка. Это имеется в виду, что вера самого Бога или вера Христа. Также, например, Ефесянам 2.8 говорится, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сию не от вас, Божий дар». Библия опять и опять напоминает нам, что вера, которая в нас, это Божий дар. Это тот дар, который нам дал Господь. Возвращаясь к Коринфянам 13.1 Коринфянам 13.1.7 говорится, любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Когда мы понимаем, что эта любовь Божья, она имеет и веру, и надежду, то мы можем двигаться вперед. Всей семьей, как вот эта замечательная семья Тани и Максима, их детки, двигаться вперед, покрывая друг друга. И тогда, понимая, что эта любовь, она всегда с нами, мы все сможем перенести. И здесь, на этой картине планировалась фигура Господа Иисуса. Он должен быть емщиком. Прямо вот здесь я думала, будет его фигура. Но картина порой распоряжается сама за тебя, и она уже диктует тебе, что будет в ней находиться, а чего не будет. И я решила, если фигура Господа была бы здесь, она должна быть очень мощной, очень яркой. И она должна быть главной. Но картина это не позволила. Но это не значит, что Господа здесь нет, на этой картине. Он здесь. И на самом деле, в общем-то, и в прямом смысле, он здесь. Его фигура, она была. Но решение было принято. Он здесь, но мы его не видим. Если мы не видим Господа, это не значит, что его с нами нет. Мы знаем, например, и Таня, и Макс, они знают, что Господь всегда рядом. Он емщик. И как вы видите, интересно здесь, что вот они постромки, но никто не ведет их. Лошади едут сами. Как бы. И это так кажется. И это так кажется. Но на самом деле, он здесь. Господь ведет их, эту семью вперед. И он также ведет этих лошадей. Веру, надежду и любовь. И благодаря этой тройке, которая несет их вперед по жизни, они двигаются, и их жизнь будет победоносной. А теперь пребывает Си-3. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Да, любовь это то, ради чего стоит жить. Но это его любовь. Только его любовь, которая зарождается в нас, это любовь. Та любовь, которая не эгоистична. Она такова, какой она описана в Слове Божьем. Она такова, что она может пройти через всё. И мы, несмотря на то, что мы не видим физически Господа рядом с нами, мы знаем, что Он всегда рядом. Он и Его любовь. Закроем ли мы глаза или вообразим Его, мы можем увидеть Его. И так же, как вот на этой картине, Его нет, но мы знаем, что Он здесь. Я знаю, что Он здесь. И Таня, и Максим, и дети их. Они знают, что Он всё равно здесь. И вы знаете, что на самом деле, если мы закроем глаза и представим лицо Иисуса, и вы можете это проделать прямо сейчас, закройте глаза и представьте Его, и вы увидите, что Он улыбается вам. Вы увидите Его глаза, любящие и принимающие вас такими, какие вы есть. Но Он так сильно любит нас, что Он не хочет оставлять нас там, где Он нас встретил. Он хочет, чтобы мы двигались вместе с Ним по жизни. На этой прекрасной тройке. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них большая. И если вы мне не верите, что Господь хочет поднять вас до своего уровня, то тогда берите и изучайте Библию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok